Когда ты слышишь звон колоколов, то на душе становится спокойно и кажется тебе без лишних слов, как нужно жить и мудро и достойно. Тот звон идет из глубины веков, в нем пение птиц и ручейков журчания. О Господи, под звон колоколов, дай мне понять всю тайну мироздания. Жизнь – это лучшее, что дается человеку от рождения. Какой же мы сделаем в свою жизнь? Что выберем? Добро или зло? Взлет или падение? Рассвет или закат? Как важен этот выбор для нас, учителей? Есть люди, что родятся с искрой Божией, живут на свете, излучая свет. Мы одного представить нынче можем – коллега, педагог, историк-краевед. Людмила Вениаминовна Курушева окончила Волгоградский педагогический институт, получив специальность учителя истории. Талантливый педагог с активной жизненной позицией. Стала победителем 4-го областного конкурса «Лучший педагог дополнительного образования». Награждена нагрудным знаком почетный работник общего образования Российской Федерации. В 2010 году защитила диссертацию с присуждением ученой степени кандидата исторических наук. Общий стаж педагогической работы – 39 лет, 24 из которых в должности педагога дополнительного образования. Она выбрала трудную дорогу и очень редкое увлечение и призвание – краеведение. Им не занимаются, им живут. Материалы собираются неспешно, дотошно по многим направлениям и темам – изо дня в день. Это постоянный труд, часто незаметный, поэтому немногие выбирают его. Но важнее научить этому детей. И поэтому в 2013 году Людмиле Вениаминовне присвоили звание «Заслуженный педагог Волгоградской области». Я – педагог дополнительного образования. Свои занятия мы часто проводим в музее. Да, дополнительное. Да, образование. Звучит так просто, буднично звучит. Но знаю точно, здесь мое призвание. Детей предмету главному учить. Учить науке, что за партой школьной дает немного или просто вскользь. А малой родине багаж огромный. По крохам вместе соберем всерьез. Вновь разработана образовательная программа «Курс краеведения», составленная на региональном историческом материале, которая стала победителем областного конкурса авторских программ дополнительного образования детей. Ее отличительная особенность в том, что изучение курса начинается с личности ребенка, с его имени. Затем идет постепенное погружение в мир окружающий, в историю, географию, культуру города, района, края. От «Я», семьи, дома, к своей малой, а затем большой родине. На базе этого курса были разработаны другие программы «Я дубовчанин», «Дубовские казаки». В 2008 году на базе Инфрационно-методического центра отдела по образованию Дубовского района была создана творческая лаборатория по краеведению, где у меня была возможность делиться опытом своей инновационной экспериментальной деятельности. Ребенок в мир вошел с распахнутой душою. Он жаждет открывать и восхищаться. С какой любовью, нежностью какую, душе той светлой, надо прикасаться. Наши дети умны и талантливы. Надо лишь их направить, научить, не бояться, дать возможность расправить крылья. На протяжении многих лет мои ученики занимают призовые места на всероссийских областных олимпиадах и конкурсах исследовательских работ по школьному краеведению, областных слетах юных краеведов и представителей лучших школьных музеев. У многих увлечение историей стало смыслом жизни и профессии. Достижения Онищенко Марии и Никленка Марии занесены в энциклопедию «Одаренные дети. Будущее России». Я Кирилл Завадюк. Хотел сказать о том, что прожив уже почти 15 лет в Канаре, я никогда не забываю и с благодарностью вспоминаю наши с вами исторические олимпиады, наши с вами победы. И, конечно же, без вас ничего бы этого не получилось. Спасибо вам огромное. И дай Бог вам успехов во всех ваших последующих начинаниях. Ваши ученики должны гордиться тем, что вы их учитель. Спасибо вам большое. Быть патриотом. Что это значит? А это значит Родину любить. А это значит честно, бескорыстно Отечеству любимому служить. Учить детей гордиться своим родом и честь его блюсти. И сохранять. Быть лучшей частью русского народа, которую не смог никто подмять. Школьные музеи – хранители памяти. Каждый музей – это особая судьба. Люди, события. Мы, занимаясь поиском и сбором кровеческого материала, пополняли фонды музея. Экскурсии настолько увлекли нас, что я и мои ученики прошли профессиональную аттестацию экскурсоводов Волгоградской области. Колокол – это символ России. Ее голос – это душа русского человека. Открытая и громогласная. Так пусть же в наших сердцах зазвенит сегодня колокол Возрождения. Колокол будущего.